Первое, хочу сказать, что эти выборы проходят по совершенно другим принципам, чем были раньше. В 2012 году Янукович и его семья подбирали народных депутатов среди тех, кто был им выгоден для того, чтобы равнодушно голосовать за все, что им скажет папа. Эти выборы проходят по принципу демократии. Каждая партия, каждый кандидат, кто хочет избираться, может это сделать. Могу сказать, что на этих выборах не было особенного давления на тех или иных избирателей. Что касается подкупа, к сожалению, такие случаи еще по инерции продолжают существовать. Однако, министерство внутренних дел подошло к этим выборам очень серьезно. И реакция была молниеносная по всем случаям нарушения избирательного законодательства. Мы запустили систему геоинформационную выборы 2014, которая работает на сайте МВД и фиксирует уже более тысячи нарушений за последние три недели. Каждый гражданин Украины, каждый журналист может зайти и посмотреть в режиме реального времени, какие случаи нарушения по выборам были зарегистрированы и какие будут расследоваться. Также, по инициативе Министерства внутренних дел, был разработан проект закона об усилении ответственности за нарушения на выборах. Этот закон был принят две недели назад, и президент его подписал, и он со среды вступил в действие. По этому закону существенно усилена ответственность членов комиссии и других нарушителей на выборах. В частности, за искажение умышленного результата выбора группой лиц должностных от 7 до 10 лет лишения свободы. Раньше, напомню, это было до 5 лет лишения свободы, практически условный срок. Также было введено революционное изменение, это ответственность избирателя, который готов продавать свой голос. На сегодняшний день уже действует закон, по которому, если избиратель будет уличен в продаже своего голоса за кого-либо, он должен будет понести ответственность в виде штрафа от 1700 до 5600 гривен или быть подверженным общественным работам. Эту инновацию мы взяли у Европы, потому что нужно сделать так, чтобы наши избиратели отвыкли от того, что кто-то дал пакет гречки или консервов, или дал 200 гривен, и наши люди, к сожалению, малоимущие, шли и думали, что это так и нужно. К сожалению, старшее поколение в Украине до сих пор не научилось ценить свой голос, начиная с советских времен, а до выбора были всего лишь ритуалом, и голосовать можно было лишь за одного кандидата без выбора. Могу сказать, что министр внутренних дел Арсен Борисович Чаваков настроил работу министерства на то, чтобы была молниеносная реакция на все преступления, связанные с избирательным процессом. В частности, сегодня было нападение на кандидата в народные депутаты, журналистов Сергея Ильиченко, Мустафу Наема, Светлану Залищуки в Кировоградской области. Некие лица забросали их микроавтобус камнями, нанеся существенный ущерб. Вот, значит, уже один из нападавших задержан и удает показания на всю остальную группу. И могу также сказать, что имели место нарушения, например, влияния на работу сервера избирательной комиссии по округу 217. Это город Киева-Болонь. Я лично выезжал туда на место и как кандидат в народные депутаты разбирался с вопросом. К сожалению, непонятно, остается вопрос, почему за последние несколько дней огромное количество глав, секретарей, заместителей комиссии были сменены окружной избирательной комиссией по всей Украине. В частности, в округе 217 в пятницу был заменен глава окружной избирательной комиссии. Я позвонил тому человеку, который был ранее, Ярослав Билл, и задал вопрос. А почему вас, собственно говоря, сменили? Задал вопрос точно так же и другим членам комиссии, что разве предыдущий глава комиссии плохо работал, не появлялся на месте? Нет, мне сказали, он был на своем месте, он вовремя проводил все заседания, он был профессионал и проводил уже неоднократно выборы. Так вот, остается вопрос, зачем это делается? Новый назначенный глава комиссии вчера провел заседание, на котором предложил поменять трех технических работников, которые ввели сервер по подсчете данных и по передаче информации в Центрисбирком. Было проведено заседание комиссии, на которой было предложено заслушать тех, кого собираются увольнять и тех, кого собираются назначать. Под давлением членов комиссии, глава окружной комиссии, это сделал, что оказалось. Те трое ребят, которые раньше работали, имели опыт, работали на президентских выборах, прошли проверку службы безопасности. А тех двоих, которых предлагал назначить глава комиссии, вдруг, почему-то вчера, оказалось, что никогда не работали и не имели дела с подобного рода сложными электронными системами. А на вопрос, откуда они тут взялись, оказалось, им позвонил глава окружной комиссии вчера вечером. Значит, слава богу, члены избирательной комиссии поняли, к чему пытаются подвести, проголосовали за то, чтобы вернуть все назад, и там будут работать те же люди, что работали раньше. Но остается вопросом, почему у нас Центрисбирком и многие партии занимаются эквилибристикой и вместо нормальной стабильной подготовки к выборам занимаются изменением в последний момент руководства избирательных комиссий окружных. Это плохо влияет на стабильность и на нормальность проведения этих выборов. Я думаю, что общественные организации типа движения опора, честно, комитеты избирателей изучат этот вопрос и дадут отчет, сколько было заменено в последние несколько дней глав комиссии, секретарей комиссии, заместителей главой комиссии. Это будет большой вопрос к тем партиям, которые это делали. В целом могу сказать, что выборы прошли по Украине спокойно, стабильно. Не было ни одного террористического акта, чего мы боялись больше всего. Надеюсь, что за оставшееся время этого тоже не будет. Один случай применения огнестрельного оружия недалеко от комиссии был в городе Кривой Рог. Это оказались бандитские разборки. Они никак не связаны с проведением избирательной кампании. Так что в целом могу сказать, что выборы в Украине сегодня проходят честно, законно, нормально. И относительно той непростой ситуации, в которой мы живем, я считаю, они проходят достаточно образцово.